Если вы привыкли добираться до места работы или учебы на общественном транспорте, не пропустите следующую информацию. С 1 декабря изменятся номера у некоторых маршрутов общественного транспорта. О подробности реформы узнаем у нашего гостя. Сегодня к нам пришел заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Николай Вахлов. Доброе утро. Доброе утро. Давайте объясним для начала нашим зрителям, для чего нужна была эта реформа. Давайте так. Мы не называем это реформой. Это все-таки комплексная модернизация общественного транспорта в городе Екатеринбурге, которая включала в себя и обновление подвижного состава, и корректировку схем движения, и перенумерацию маршрута. То есть это большой комплекс мероприятий, особенно по обновлению подвижного состава. То есть за последние 3 года мы достаточно большой парк обновили автобусов, троллейбусы в этом году, дальше планируем трамваи. То есть это все включает в себя комплекс мероприятий, которые все проходят, модернизация общественного транспорта. Еще какие-то этапы завершены? У нас один из этапов, это последний по перенумерации сейчас, который мы заключаем новые контракты с перевозчиками, уже по новым условиям, с новой нумерацией маршрутов. То есть на 3 года мы разыгрываем контракты с новой нумерацией маршрутов для пассажиров, для удобства, сквозная нумерация. То есть с 1 по 24 у нас это трамваи, с 25 идут троллейбусы по 40, и с 40 идут уже автобусные маршруты. То есть нулей уже не будет. Нулей не будет. Вот я это и пытаюсь понять. То есть путаницы не будет. Много ли маршрутов поменяют как раз-таки нумерацию? В автобусных маршрутах в этот раз мы уменяем 22 автобусных маршрута. Нумерация изменится. Так, и здесь опять-таки возникает вопрос. Вы сказали, путаницы не будет. Где можно посмотреть информацию об изменениях этих маршрутов? Всю информацию мы уже достаточно давно разместили у перевозчиков в автобусе. Все равно пассажиры пользуются тем или иным видом маршруток, и им удобно будет смотреть это непосредственно в автобусе. Поэтому в автобусах мы уже эту информацию более месяца назад разместили. Также даем в СМИ информацию. Можно узнать в комитете по транспорту по телефону 304-32-93. А где-то на просторах интернета есть? На просторах интернета у нас на сайте будет смена маршрутов. маршрут.екатеринбург.рф. Это уже с первого числа. Можно будет ознакомиться с маршрутами уже на табличках, конкретно на остановках. Ну и также размещена информация на электронных тополах, где она присутствует, на больших медиаэкранах. Вот, это хорошо, потому что все равно, так или иначе, общаясь с людьми, они говорят, что поскольку идет нумерация, разумеется, для того, чтобы сесть в какой-то автобус, нужно понимать, куда он идет. И вот здесь хорошо, что эта информация есть на просторах интернета. Допустим, либо на табло можно, стоя на остановке, посмотреть, куда стоит садиться. А изменятся ли сами маршруты или, может быть, появятся какие-то новые? Да, мы предусмотрели 7 изменений маршрутов. Это связано с корректировкой движения с точки зрения, ну, допустим, 0,5 маршрут. Сейчас по-старому его называю. Будет он 55-й. Где-то постарались для удобства пассажиров, как бы, не сильно запутать их. Вот. Он будет в районе Химаша проходить по улице Косарева. То есть это улица, которая была без обслуживания. Мы туда поставили остановочные комплексы. Будут люди пользоваться этим маршрутом, уже проходящим рядом с ними. То есть это одна из таких интеграций. Отдельно у нас предусмотрены изменения летнего периода. Допустим, 94-й маршрут, который ходит у нас с Урфу до ТЭЦ Новосвердловской, будет заезжать пару рейсов утром и вечером через ЕКАД СНТ «Звездочка». Там давно люди просили, чтобы был автобус какой-то, выезжать в сады и так далее. То есть в летний период мы такой маршрут предусмотрели. И отдельно 24-й маршрут тоже будет в летний период туда заезжать отдельные рейсы. Ну и, конечно, боль любого мегаполиса – это пробки в часы пик. Как здесь транспорт будет помогать жителям справляться с этим? Ну, здесь мы смотрим с точки зрения развития именно выделенных полос. То есть выделенные полосы достаточно сильно помогают. Если взять тот же самый лучший, наверное, пример, это академический, когда люди стоят в пробках, да, мы говорим, что мы едем там около часа. Но автобусы на самом деле проезжают весь путь академического гораздо быстрее, чем наличные автомобили. Но здесь, опять же, вопрос к автомобилистам, чтобы они не занимали полосу для общественного движения. Все верно. Да, имейте в виду. Будет ли больше транспорта? Да, мы над этим работаем. То есть с точки зрения обновления сейчас у нас к концу года автобусное предприятие уже заключило контракт и поставка ожидается 35 новых и больших автобусов. Мы объявили конкурс до конца февраля, должна поставка 30 еще автобусов новых. И в следующем году будем также объявлять конкурс в рамках федеральных программ, тоже 35 автобусов. Так, ну вот, казалось бы, наверное, и все, что нам хотелось узнать. Спасибо вам большое. Продолжайте работать на благо нашего города. Я уверен, что жители будут за это благодарны. У нас в гостях был заместитель председателя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Николай Бахлов.